Итак, теперь мы говорим следующее. Давайте я нарисую картинку. Значит, пусть у меня есть какая-то функция, которая определена на каком-то отрезке и дифференцируема, и в концах этого отрезка она принимает одинаковые значения. Ну, вот как-то так. У меня есть какое-то значение А. И известно… Нет, давайте не А, давайте какое-нибудь другое значение. Пусть… Еще буквы есть. Б. Нет, Б тоже плохо. Что плохо? А потому что у меня отрезок сейчас будет от А до Б. С тогда. С тоже плохо, потому что у меня сейчас будет… Потому что С – это будет точка существования, которую я буду гарантировать, и она будет тоже на горизонтальной оси. Ладно. Ладно, пусть будет какой-нибудь Y0. Так, значит, утверждение такое. Пусть у меня есть вот такая функция, дифференцируемая, и принимающая одно и то же значение на концах отрезка. И я говорю, что тогда обязательно найдется точка где-то на этом отрезке, даже на этом интервале. И в этой точке у нее обязательно должна быть нулевая производная. Ну, в частности, вот на этой картинке в качестве такой точки может быть, например, вот эта. Ну, и не только она. Могут быть… В данном случае есть три таких точки. Но вот теорема гарантирует, что хотя бы одна найдется. Давайте сформулируем. Значит, пусть у меня есть функция f, которая определена на отрезке от a до b. Дальше я от нее буду требовать вот чего. Я буду требовать дифференцируемости на интервале от a до b и непрерывности на всем отрезке. Немножко странные условия, но на самом деле оно в какой-то мере естественное. Потому что… Ну, чего мы говорим? Мы говорим, что функция во всех внутренних точках отрезка должна быть дифференцируемой. Дифференцируемость на краях – это не совсем понятно, что такое. Там бывает одностороннее производное. Но в данном случае нам этого даже и не нужно. Нам не нужно никакого условия дифференцируемости на границах. Единственное, что нам нужно – это условия непрерывности вплоть до границ. Но понятно, опять же, что если про функцию мы знаем, что она определена на отрезке a, b, то не факт, что мы вообще можем говорить про честную непрерывность с точки a. Но в такой ситуации мы всегда требуем просто одностороннюю непрерывность с подходящей стороны. И вот этого нам будет достаточно. Значит, дифференцируемость внутри отрезка и непрерывность на всем отрезке. И пусть f от a равняется f от b равняется y0. y0 – какое-то число, неважно какое. Тогда, утверждает теорема, обязательно найдется такая точка c, лежащая на интервале от a до b, что f' в точке c равняется 0. Значит, вот кандидат на точку c, например, вот такой. Давайте докажем. Доказательство простое и короткое. Я люблю эти две теоремы, теоремы Роли и теоремы Лагранжа, потому что они такие миленькие. Они не требуют какой-то сложной техники. И хорошо бы, чтобы весь матан был таким, но увы. Доказательство такое. Мы знаем, что функция непрерывной на отрезке достигает на этом отрезке своего максимума и минимума. Это мы когда доказывали, помните, у нас была лекция про свойства функций непрерывных на отрезке. И там такая теорема была. Значит, известно, что функция непрерывная на отрезке достигает своего максимума и минимума. То есть существует такая точка x-min, что для всех x из этого отрезка f от x будет больше либо равняться, чем f от x-min. И существует x-max, такое, что для всех x из этого отрезка f от x будет меньше либо равняться f от x-max. Для функций, которые не являются непрерывными, это неправда, но в нашем случае это... Ну, то есть не обязательно правда. Но в нашем случае функция непрерывная, поэтому такие точки обязательно найдутся. Вот. Давайте я как-нибудь обозначу вот эти числа. Пусть вот это вот называется, допустим, m маленьким. Вот это вот называется m большим. Значение максимальное и минимальное значение функции. Извините, пожалуйста, а на какую теорему мы ссылаемся, когда говорим, что функция непрерывная на отрезке достигает своего минимума и максимума? Ну, вот ровно эта теорема так и называется. Теорема достижения максимума и минимума. Ну, она доказывается... Я напомню... В вашем конспекте, который прикреплен к прошлому занятию... Сейчас что-то я хотела сказать и забыла, извините. Нет, там действительно немножко не такой порядок изложения. Там, если посмотреть, значит, как раз в конспекте прошлой лекции есть вот эта теорема, она там сформулирована. Не это, а вот это вот про достижение максимума и минимума. Но на самом деле, когда я сейчас рассказывал, я ее в какой-то момент доказал. Тогда же, когда мы доказывали теорему о корне, вот эти вот всякие штуки. Я, правда, в самом конце доказал, не уверен, что все прониклились этой теоремой. Но она доказывается очень похоже на ту теорему, которая говорит, что непрерывная функция ограничена. Да, я вот хотела спросить, собственно, то, что она доказывается... Вот она доказывалась в конспекте, но на прошлом занятии мы ее не доказывали. Да, потому что мы ее доказали несколько лекций назад, когда мы обсуждали свойства функций непрерывных на отрезке. В самом конце. Итак, вот у нас есть эти самые, наибольшее, наименьшее значение. И теперь есть два варианта. Первый вариант. Хотя бы кто-то из этих двух чисел не равен y0. То есть максимальное значение – это не то значение, которое принимается в концах. Или наоборот, минимальное значение – это не то значение, которое принимается в концах. Но в этом случае, значит, если m маленькая не y0, тогда x минимум – это точно не а и не b? Можно вопрос? У нас либо m не равен y0, либо минимум не равен, либо максимум не равен y0. Это у нас либо-либо или… Нет, достаточно выполнения хотя бы одного из условий. То есть если два из условий выполнится, то тоже подойдет? То тоже подойдет, да. Значит, тогда это означает, что соответствующая точка, в которой достигается максимум или минимум, она не принадлежит к концам нашего отрезка. Она лежит внутри этого интервала. А с другой стороны, по той теореме, которую мы в прошлый раз доказывали, если функция является точкой, допустим, локального максимума, то тогда в ней производная и дифференцируемая в этой точке. Тогда в ней производная 0. Причем, заметьте, что у меня… Давайте вот этот случай, например, рассмотрим. У меня здесь точка минимума лежит на интервале от A до B. И это означает, что она внутренняя точка области определения, то есть функция определена в ее какой-то окрестности. И она является точкой глобального минимума. Ну, а если глобального, то тогда и локального тоже. Значит, найдется такая окрестность, в которой она является точкой минимума. Но это означает, что… Что можно сказать про ее производство? Да, тогда производная равно 0. Заметьте, нам здесь… Это по теории миферма, я правильно понимаю? Да, это по теории миферма, которые мы в прошлый раз доказывали. Заметьте, что я… Условия о том, что мы не попадаем на концы, важны. Потому что в концах области определения лема-ферма не работает. У вас может быть… Ну, вот представьте себе, что у вас вот такая вот функция. Например, функция определена на отрезке, и это просто линейная функция, но ограниченная на отрезок. Тогда понятно, что у нее, допустим, вот здесь будет максимум, но производная, односторонняя производная, она не будет нулевой. И здесь тоже. Поэтому вот это условие, что мы живем обязательно внутри, это важное условие. Но она выполняется. Значит, вот эта вот штука – это лема-ферма. Я не помню, давал ли я ей это имя в прошлый раз, но… В общем, это лема-ферма, знакомьтесь, если еще не знакомы. Ну, а, соответственно, в другом случае ровно все то же самое можно сказать про x-min, наоборот, про x-max. Ну и, значит, в этом случае мы просто можем сказать, что c – это наш x-min, а в этом случае мы можем сказать, что c – это наш x-max. Вот первый случай разобран. Как устроен второй случай? А и b – это и максимум, и минимум. Да, это означает, что… А можно спросить, пожалуйста, пока вы во второй случай не ушли? А как так вот, если у нас, допустим, ну, хорошо, вот, типа, есть и максимум, и минимум, и они все равны только, ну, одному и тому же числу? Да? Ну, как так? Ну, смотрите, вот когда мы даем определение максимума и минимума, у нас здесь не строгое неравенство. Поэтому, например, может быть такая ситуация, что у нас максимум равен минимуму и равен вот этому слову y-0. Прямая. Это, да, в общем, это единственный случай, а именно это случай, когда наша функция просто константная. Тогда, поскольку у нас неравенства не строгие, то тогда любая точка будет, и точка максимума, и точка минимума. Все, спасибо, понимаю. Вот. Ну, собственно говоря, понятно, что если максимум совпадает с минимумом, то это означает, что функция вообще никак не может меняться, потому что если бы у нее было бы хоть какое-то значение отличное от y-0, то оно было бы либо больше y-0, либо меньше y-0. И тогда, например, если оно больше, чем y-0, то тогда максимум должен быть больше, чем y-0. А если есть какое-то значение меньше, чем y-0, то это минимум должен быть меньше, чем y-0. Поэтому единственный случай, который соответствует вот этому, вот этой вот ситуации, это когда оно просто константа. Что тогда можно выбрать в качестве c? Любую. Любую. Да, c – это любая точка. Не включая а и b. Да, не включая а и b, потому что у нас теорема, в формулировке теоремы сказано, что c именно лежит на интервале. Например, можно сказать, что пусть тогда c – это будет просто середина этого отрезка. Если вам нужно предъявить точку, лежащую на отрезке, предъявляйте середину, не ошибетесь. Вот и все. На этом теорема роли доказана. Так, подождите, c – это разве не точка экстремовая? Это же точка, в которой у нас производная равна нулю. Да, конечно. Но если у вас функция просто тождественно нулевая, то у вас в любой точке – это точка экстремовая, в любой точке производная равна нулю. Ага, я понял. А можно в самый верх, пожалуйста? Да, сейчас. А мы требуем, чтобы функция была дифференцируемая на а от а до б. На интервале, да. Почему нам просто не сказать, что она непрерывна на а на б? И все. Какое условие вы на какое хотите заменить? То есть просто убрать условие дифференцируемости? Нет, условие дифференцируемости убрать никак нельзя, потому что нам… Ну, как вы иначе вот это вот условие напишите? Нам как раз лема ферма гарантирует, что производная равна нулю в точках экстремума, но только в том случае, если эта производная там, в принципе, определена. У нас же есть, допустим, модуль X. Ну, я просто пример приведу. Она непрерывная, но она не дифференцируемая в точках. Да, совершенно верно. Вот бывают экстремумы, в которых производная не обнуляется. Вот, например, у модули X есть минимум в точке 0, но производная там не обнуляется, потому что она там вообще не существует. Это, кстати, очень важно, потому что, когда вы ищете… Ну, вот, как бы стандартный способ, как вы ищете там экстремумы, когда нужно берете, к нулю производную приравниваете и ищете корни производной. Но важно понимать, что вот если у вас где-то возникают точки нарушения дифференцируемости, то там тоже могут быть экстремумы, которые дают метод, который просто ищет все нули производные, он их потеряет. Поэтому тут нужно быть осторожным. Нужно быть осторожным с концами области определения, с границами области определения, и с теми точками, в которых функции не дифференцируемы. Там могут спрятаться экстремумы, которых вы не видите, когда используете лемму ферма, когда приравниваете производную к нулю. Но в данном случае все хорошо, потому что вот ровно условия теоремы ровно так подогнаны, чтобы все работало. Нам нужна дифференцируемость именно на интервале. За пределами, на границах, вот здесь нигде, мы производную не используем. Мы используем производную только внутри интервала АТАДАБ. Видите, мы ее используем только тогда, когда мы уже убедились в том, что соответствующая точка находится на интервале. А вот непрерывность мы используем на всем отрезке, потому что если бы у нас не было бы непрерывности на всем отрезке, у нас могла бы быть какая-нибудь неприятная штука, например, представьте себе, что у меня была бы какая-нибудь вот такая функция. Допустим, вот такая какая-нибудь. Вот она принимает одинаковые значения в концах отрезка, но при этом нигде у нее производная не обнуляется. Но это потому, что нарушена непрерывность на концах отрезка. А почему неом-то, в принципе, сказать... Мы еще здесь не можем использовать теремию Лагранжа. Теремию Лагранжа – это следующий шаг, да. Нет, нет. Спасибо. Так, есть ли еще вопросы по этой теореме? Хорошо. Давайте теперь теремию Лагранжа докажем. Значит, теремию Лагранжа о конечных приращениях. Про терему Ролля как-то не совсем даже понятно, зачем она нужна. Какое-то такое утверждение, но оно, конечно, миленькое. Но есть ноль производная и чего. Но на самом деле она мгновенно оказывается нужна для того, чтобы доказать теремию Лагранжа. А теремия Лагранжа – это очень важная штука. Она позволяет доказывать всякие глобальные утверждения про возрастание, убывание. В общем, это полезная штука. Теремия Лагранжа о конечных приращениях. Извините, можно последний вопрос про теремию Лагранжа? Вот в последнем шаге мы, когда говорим, что у нас функция постоянная, мы говорим, что производная у нее ноль в любой точке. Это мы на какое утверждение рассылаемся? Ну, производная константа равна нулю. Ну, как бы, если не верите, можете посчитать по определению. Ну, вот как считается производная? Вы смотрите, у вас приращение функции, у вас то, насколько сильно изменилась функция, всегда ноль. Просто это из Лагранжа тоже следует, поэтому я спросила. Спасибо. Не-не-не, смотрите, из Лагранжа следует обратное утверждение. Утверждение о том, что константа во всех точках ноль, утверждение о том, что константа во всех точках имеет нулевую производную, это утверждение, которое следует не из Лагранжа, а просто из определения производной. А из Лагранжа следует обратное утверждение. Потому что если у вас есть функция, допустим, непрерывная на отрезке, и дифференцируем она во всех точках внутренних и у них во всех точках производная ноль, тогда она константна. Вот это следует из награды. Поняла, спасибо. Извините, а тут что написано о конечных? О конечных приращениях. Что говорит теорема Лагранжа? Давайте нарисуем такой график. У меня теперь нет условия, что значения в концах отрезка одинаковые. Остальные условия сохраняются. У меня теперь f непрерывно на b. Дифференцируем во внутренних точках. На интервале tdb. И утверждение тогда такое, что если я проведу вот такую хорду, хорда это как бы отрезок секущий, ну неважно, можно было бы сказать, проведу секущий. Давайте что-либо себе какие-нибудь нарисую. Значит, если я проведу такую хорду, то у нее будет какой-то угловой коэффициент. Ну давайте пусть вот это у меня а, а это f от а. Вот это b, а вот это f от b. Значит, чему равняется угловой коэффициент этой хорды? Значит, если это y равняется kx плюс b, почему равняется k? f от b минус f под а делить на b минус a. Да, нам нужно посмотреть, насколько сильно мы поднимемся, насколько сильно у нас изменится значение функции, и посмотреть, насколько сильно у меня изменяется значение x, и поделить одно на другое. Тангенс угла наклона, вот это вот всякие такие штуки. Значит, k это и есть f от b минус f от а разделить на b минус a. Средняя скорость. Средняя скорость движения на вот этом интервале. Числитель — это сколько мы проехали, знаменатель — это сколько времени прошло. Оказывается, что обязательно должна найтись точка где-то на этом отрезке, какая-то точка c. Такая, что мгновенная скорость в этой точке будет равна средней. То есть, если я проведу касательную в этой точке, то она пройдет параллельно этой секущей, параллельно этой хорде. То есть, формально записывается так. Обязательно найдется такая точка c, принадлежащая, опять же, интервалу от а до b, что f' от c равняется f от b минус f от а разделить на b минус a. Значит, на самом деле, это очень естественная теорема, если думать о ней именно в терминах скоростей и движения. Что хочется сказать? Хочется сказать, что если такой точки c не найдется, когда мгновенная скорость равна средней скорости, то что это означает? Ну, давайте считать, например, что скорость у нас непрерывная. Если так окажется, что она нигде, что нигде мгновенная скорость не равна средней скорости, то это означает, например, что она всюду либо больше, либо всюду меньше. Но если вы всюду едете с мгновенной скоростью меньше, чем средней, то как же вы набрали среднюю скорость, такую, как она получилась, если вы все время ехали медленнее? И наоборот, если вы все время ехали быстрее, то как же вы могли набрать такую маленькую среднюю скорость? Поэтому логично, что в какой-то момент вы должны ехать. То есть могут быть моменты, когда вы едете быстрее, чем средняя, могут быть моменты, когда вы едете медленнее, чем средняя, но какой-то момент, когда вы едете с такой же скоростью, как средняя, должен найтись. Но это было не доказательство, это была некоторая мотивировка. Доказательство устроено так. Так, давайте посмотрим на вот эту картинку, которая у нас здесь нарисована, и на предыдущую картинку, вот на эту. Есть ли в них какое-то сходство? Да. Ну, как можно было бы охарактеризовать? Мы взяли вот эту вот картинку, что с ней нужно сделать, чтобы получить вот такую? Конец функции, где B, поднять как бы выше. Да, как бы вот взять и вот так вот сделать такую операцию скоса. Да, у нас вот здесь были горизонтали, а мы их так скашиваем, как будто, я не знаю даже, на что это похоже, такой забор покосившийся. Да, и вместо горизонтали у нас теперь вот такие вот наклонные линии. И в результате этого скоса мы получаем ровно вот эту картинку. Соответственно, идея догадательства состоит в том, чтобы свести терему Лагранжа к тереме Ролля назад, как бы сделав обратный скос. То есть превратив вот эти вот наклонные линии, наоборот, в горизонтальные. Давайте мы это сделаем. Значит, для этого мне нужно рассмотреть такую вспомогательную функцию. Значит, во-первых, что мне нужно? Мне нужна вот, обязательно мне нужна вот эта вот секущая. Мне нужно ее уравнение. Давайте мы... Можно? Вопрос пока. А если мы как-то будем что-то с функцией делать, как-то переворачивать, откуда мы знаем, останется ли она функцией? Вот, это хороший вопрос. Да, вот если бы мы взяли бы просто вот эту вот картинку, например, и просто бы ее взяли бы и повернули. Да, вот так вот. Тогда могла бы возникнуть проблема, что график того, что получилось, та кривая, которая, кстати, получилась, она в какой-то момент может перестать быть графиком функции. Да, вот, например, я ее вот так вот поверну, и теперь, если я буду проводить обычные вертикальные прямые, вот такие вот, да, то они будут пересекать наш график в нескольких точках. Это уже не будет графиком функции. Поэтому мы сейчас не будем применять повороты, мы будем применять вот это вот преобразование скоса. Но формально это будет состоять в том, что мы будем рассматривать не нашу исходную функцию, а некоторую новую функцию, которая каким-то образом связана с исходной. Давайте посмотрим, как именно. Ну вот первое, что я хочу сделать, это я хочу рассмотреть линейную функцию с вот таким вот наклоном. Давайте даже, наверное, просто возьмем и рассмотрим конкретно вот эту вот функцию, графиком которой является вот эта прямая. Что это за функция такая? Значит, давайте мы рассмотрим функцию g от x. Значит, я хочу, во-первых, чтобы эта функция была бы линейной, во-вторых, чтобы у нее угловой акцент был бы такой же, как вот здесь. То есть вот он. Значит, она должна иметь вид x умножить на f от b минус f от a разделить на b минус a. Ну и на самом деле, давайте, если я хочу ее провести через вот эту вот точечку, давайте мы сделаем такую вещь. Можно, конечно, и не проводить, в принципе, и так хорошо. Давайте так оставим. Значит, это у меня функция g, она устроена так. Так, это функция, которая параллельно секущей, но проходит через 0. Вот это вот график функции g. То, что она параллельно связана с тем, что у нее угловой акцент такой же, но она проходит через 0, но на самом деле это нам сейчас не очень важно. Если мы из f вычтем g, получится как раз то, что нужно. Что? Если мы из f вычтем g. Да, именно так. Именно это я и собираюсь сделать, да. И давайте рассмотрим еще одну функцию h от x, которая есть f от x минус g от x. Чем замечательна функция h? Тем, что ее значения в концах одинаковые. Ну, потому что давайте посмотрим на вот этот параллелограмм. Поскольку вот эта штука параллельна вот этой штуке, а вот эта штука параллельна вот этой штуке – действительно параллелограмм. А у параллелограмма противоположные стороны равны. формально записывается так что h от а это что такое это есть f от а минус же это это будет давайте посчитаем f от а минус минус f от а делить на б минус ну давайте все это занесем под один знаменатель значит будет такая штука f от а умножить на b минус а вычесть а умножить на f от b и прибавить а умножить на f от а все это разделить на б минус а ой как то все печально получается f от а умножить на b вычесть f от а умножить на а вычесть а умножить на f от b прибавить а умножить на f от а все это поделить на b минус а вот эти два слагаемых сокращаются и остается второе четвертом и второе третье f от а да с четвертым и остается f от а умножить на b минус а умножить на f от b как то так ну вот мы ее задали в явно в явном виде мы задали функцию же вот она определяется вот этой формулой и значение этой формулы можно посчитать при любом иксе мы задали функцию h от x ровно вот так как написано то есть любого икса вы можете его подставить ну там любого икса из нашего отрезка вы можете подставить в эту формулу найти значение f от x она определено потому что f определено на этом отрезке подставить уже вычесть одно из другого ну просто определяется вот этой формулы логика для определения j от x в том что я хочу провести какую-нибудь прямую которая была бы параллельно вот этой хорде вот этой секущей потому что но смотрите вот за счет того что я провел эту прямую да что такое вот эта вот функция h от x что она такое на этом графике это я должен из каждой точки моего графика вычесть значение же от x то есть это означает что меня интересует вот такие вот вот такие вот расстояния если вы теперь представьте себе как выглядит график h от x то вы увидите что это как раз результат как бы выпрямление вот этой картинки да потому что так что такое график h это означает что вот у нас теперь я должен нарисовать на вот горизонтальность у меня идет вот так да а по вертикали я должен откладывать высоты вот этих вот столбиков это как раз означает как раз все равно все взять вот эту вот прямую и вот так вот ее превратить в горизонталь ну вот ну вот смотрите вот что такой график кто такой график функция h от x вот я строю график вот значение функции это высота вот этих вот столбиков согласно с этим если я хочу посчитать значение вот в этой точке я должен найти вот это вот расстояние вот эту разность когда я буду строить график этой функции что это означает означает что я вот над этой точкой должен буду построить столбик который вот как раз равен вот этому то есть иными словами это означает что я должен каждый за этих вот столбиков просто взять и спустить вниз так чтобы их нижние концы лежали бы на горизонтальной оси это как раз та самая операция которая и и делает наш вот такой вот скос как будто это был такой забор который был на холм был установлен на таком холму а я взял и весь этот забор перенес на горизонтальную поверхность и он из-за этого изменил свою форму как ответил или не очень ну наверно да ну то есть просто вот утверждение такое что функция которая задается как вот в каждой точке x мое значение функции это высота вот такой вот отрезочка места вот такого столбика когда я строю график этой функции и я должен вот ровно эту же самую высоту но отложить здесь я ее откладывать носительно вот этой точки а когда я буду строить график самой функции h я буду вот эту же самую высоту откладывать просто от просто от горизонтали давно как у вас график функции строится. Вы в каждой точке откладываете ее значение. А значение равно как раз вот этому отрезочку. Просто я не совсем понимаю, что это геометрически будет, то есть мы совершаем поворот в этой прямой... Это не поворот, это не поворот. Это как раз с поворотом была бы проблема. Да, потому что они не вертикальны. Да, а это именно такая операция скоса, когда вы разрезаете вашу картинку. Это невозможно себе представить в терминах поворота, то есть если эта картинка нарисована на бумаге, то вы не можете применить такую операцию. А вот если бы она была бы нарисована... Представьте себе, что вот эта ваша картинка нарисована на такой штуке, которая состоит из очень узких полосочек, вот таких вот вертикальных. И эти полосочки могут двигаться друг относительно друга. Тогда наша операция состоит в том, что мы просто эти полосочки сдвигаем друг относительно друга так, что вот у нас вот эта вот полосочка передвигается вниз, вот эта передвигается тоже вниз и так далее. Как бы вот совсем хорошего такого образа, который был бы нам знаком, нет для вот этой операции скоса, но на самом деле не очень сложно. Возьмите десяток карандашей и поставьте их на линейку, а потом эту линейку сделайте так, чтобы она была бы вот такой наклонной, а карандаши по-прежнему торчали бы вверх. Вот если у вас будут карандаши разного размера, то у вас сверху получится, то у вас как бы и когда линейка была горизонтальна, у вас будет какая-то вот кривая сверху, эти карандаши будут описывать. И когда вы ее наклоните, у вас эти карандаши тоже будут описывать какую-то кривую, но уже другую. Вот одна из другой получается применением такой операции скоса. Вот. Хорошо, значит, вот мы нашли h от а, давайте перенайдем h от b. Из числых геометрических соображений очевидно, что h от b должно равняться h от а, потому что, ну вот ровно потому, что это параллелограмма будет. Но давайте в этом убедимся аккуратно, аналитически. Значит, h от b, это у нас кто такое? Значит, это f от b минус g от b. Значит, f от b минус b умножить на f от b минус f от а разделить на b минус а. В общем, делаем то же самое. f от b на b минус а минус b f от b плюс b f от а разделить на b минус а. Ну и, собственно говоря, видно, что получилось то же самое, что и здесь. Вот минус f от b умножить на а, вот оно. И вот f от а умножить на b, вот оно. Действительно, h от а равняется h от b. Следовательно, h удовлетворяет условиям теоремы Ролли. Давайте проверим, что действительно она всем условиям теоремы Ролли удовлетворяет. Из-за чего нам нужно проверить? То, что у нее значение в концах одинаковое, мы только что проверили. Что еще нужно проверить? Действительность дифференцируемость на а, b. Но это в условии taken1. В условии это between Pr, но про функцию f, но на самом деле функция h не сильно отличается от функции f. Значит, функция h – это просто функция f минус какая-то линейная функция. Линейная функция всюду непрерывно и всюду дифференцируема. Значит, везде, где была f непрерывно, h тоже непрерывно. Везде, где была f дифференцируема, h тоже дифференцируема. Поэтому действительно все условия выполняются. Значит, найдется такая точка С, что H' в точке С равняется нулю. Причем С как раз из интервала от А до В. Ну и давайте распишем, кто такая H' от С. Значит, H' в точке X чему равняется? Он равняется F' в точке X минус G' в точке X. А кто такой G'? К просто. Поскольку G – это линейная функция, вот это просто фиксированный коэффициент, константа. Поэтому ее производная – это просто F' от B минус F' от А разделить на B минус А. Ну и стало быть, это означает, что F' от С минус F от B минус F от А делить на B минус А равняется нулю. Или что то же самое F' от С равняется F от B минус F от А разделить на B минус А. Вот мы доказали теорему Лагранж. Здесь была некоторая вот эта счетная часть, но она на самом деле была некоторой перестраховкой. Если вы внимательно посмотрите на эту картинку, то увидите, что оно не могло сработать по-другому, что все достаточно прозрачно. Можно было бы в качестве функции G брать не вот эту функцию, а брать функцию, которая вот ровно вот так проходит. Тогда бы у нас значения в концах просто были бы нулями. Вот. Есть ли вопросы по этой теории? А можно просто конец показать? Угу. А вот эта счетная часть, она является обязательным, да, как бы элементом доказательства. Просто сказать, вычтем K умножить на X, так нельзя сказать? Ну нет, нам нужно доказать, что на концах достигаются одинаковые значения. Как бы, с одной стороны, по картинке это понятно, но картинка все-таки, мало ли, ну вот мы здесь, конечно, построили параллелограмму, тогда нужно разные случаи рассматривать. А если бы этот параллелограмм был бы не так, если бы у нас вот эта вот хорда проходила бы не ниже, а выше. Но тут как бы вот эта железобетонная штука, ну и в ней нет никаких сложностей. В тот момент, когда я начал это писать, я не знал, что я буду писать дальше, и я даже не парялся по этому поводу, потому что я был абсолютно уверен, что все сработает, потому что должно сработать. И если вы умеете приводить дроби к общему знаменателю, то вот в этом месте у вас невозможно возникнуть никаких проблем. Там хорду можно было просто провести через АБ, по факту. Можно было провести в атаку ее, да. Можно было провести в атаку ее. Да, и то есть она сразу пройдет через АБ, значит, эти вычисления можно как-то выбрать. Но тогда нам нужно было бы вот эту функцию G подгонять так, чтобы она проходила через другую точку. Просто из XA вычесть значение в точке А и прибавить значение в точке А. Да, 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 да. Надо было бы ее сдвинуть, это правда. Ну, в общем, все равно даже какая-то вот эта вот возня. Либо так, либо эдак. Вот. Ну, хорошо. Ну что, едем дальше. Вторая история, которую я сегодня хотел рассказать, это теорема о производной обратной функции. Значит, мы пообсуждали уже несколько теорем, связанных с учреждением производной. Давайте докажем еще одну. Значит, с обратными функциями мы уже имели некоторые дела. Но давайте я напомню... Извините, можно, очень запоздалый вопрос по вот этой теореме последней. Давайте, да, давайте. Вот так вот так, в предпоследней строчке нам разве не нужно перед минусом поставить еще C? То есть... Нет, 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 нет. Смотрите, смотрите. У меня здесь написано... Ну, поскольку я пишу здесь производную функцию H, то здесь я должен написать производную G. Уже есть X. Но когда я его дифференцирую, он пропадает. Потому что это X умножить на константу, а производная X умножить на константу – это просто константа. Ой, точно. Все, поняла. Спасибо. Вот. Итак, давайте поговорим про то, как вычислять производную обратной функции. Значит, ну, давайте я еще пару слов скажу в целом про обратной функции. Вот. Мы с ними уже сталкивались в том или ином виде. Давайте посмотрим... Вот скажите, вот, например, функция sinx, она обратима или нет? Ну, да. Нет? Да. У меня не разделились. Ну, вот смотрите. Только на отрезке же. У нее она принимает... Ну, у нее повторяются значения. Да. Вот если я рассматриваю в целом функцию sinx, то у нее график вот такой. И эта функция не может быть обратимой, у нее не может быть обратной. Ну, что это означает? Это означает, что если я напишу уравнение sinx равняется y, то есть если я захочу, наоборот, по значению функции восстановить ее аргумент, то я это могу сделать в куче разных способов. Потому что вот у меня есть горизонталь, которая пересекает... Во многих точках пересекает график. Поэтому вот такое вот уравнение имеет много решений. Значит, много решений относительно y, относительно x. И sinx не является обратимой. То есть это не инъекция. Она склеивает точки. Ну, хорошо. Если sinx не обратим, тогда следующий вопрос. А кто такой arcsinx? Это обратная функция sinx от минус π на 2 до π на 2. Да, и тут как бы идея состоит в том, что даже если функция сама по себе необратима, мы ее можем ограничить на какой-то кусочек области определения. В данном случае, например, sinx удобно ограничивать на вот этот кусочек области определения. Значит, будет от минус π пополам до π пополам. И вот на этом вот отрезке от минус π пополам до π пополам синус уже обратим, потому что у нас любая горизонталь пересекает график, вот этот вот красненький график, только в одной точке, как максимум. Может быть, в нуле точек. Поэтому говорят так, значит, что sinx, если мы его ограничим на отрезок от минус π до π, вот такая функция обратима. И обратно называется арксинус. Значит, арксинус y я буду писать. А почему от минус π до π, а не от минус… Пополам, пополам, конечно. Пополам. Значит, я сейчас сформулирую теорему про производную обратную функцию. Но давайте, прежде чем я ее сформулирую, опять же, чтобы это не выглядело каким-то непонятно откуда взявшимся фактом, давайте попробуем придумать, как бы она должна была выглядеть. Ну, вот пусть у меня есть какая-то функция f. Значит, я сейчас буду думать, опять же, про функции, как про такие отображения, и с одной прямой в другую прямую. Вот у меня есть прямая x. Можно вопрос? А есть ли какой-то формальный способ выразить обратную функцию? Ну, нет, ну как, никого универсального способа нет. Вот, например, людям пришлось ввести новое обозначение, арксинус, для того, чтобы как-то определить, кто такая обратная функция, вот как-то синус ограниченный на минус π, пополам, π, пополам. Но если у вас уже есть какой-то инструментарий, вы можете пытаться его использовать для того, чтобы записать уже через известные какие-то обратные функции, записать. Ну, вот, допустим, вот есть у вас вот такая вот штука, да, вот. Вот, например, хорошая задача. Вот давайте возьмем какой-нибудь другой отрезок, на котором синус обратим. Например, давайте посмотрим функцию синус, ограниченную на отрезок от, допустим, π пополам до 3π пополам. То есть вот на этот кусочек. Вот у этой функции чему равна обратная? Минус арксинус плюс π пополам, нет? Да, значит, видно, что нам нужно сделать следующее. Нам нужно вот этот вот, во-первых, вот этот вот, если смотреть просто по графику, нам нужно взять вот этот арксинус, нам нужно его отразить вот так. Поскольку арксинус у нас сейчас, у него аргументом являются вот эти вот у, а значениями являются, наоборот, иксы, то это означает, что мы должны вместо самого арксинуса взять минус арксинус. Это получится вот такая картинка. А потом нам нужно ее еще сдвинуть так, чтобы вот эта точка была бы вот здесь. Можно еще раз почему? Минус арксинус? Ну, потому что, смотрите, вот. Значит, вот у нас график, сейчас, ну, давайте, давайте я по-другому нарисую немножко. Значит, давайте посмотрим на эту задачку. Давайте я теперь нарисую вот эту вот картинку, но поменяю местами ось Y и ось X. Значит, у меня теперь будет вот так. Я хочу нарисовать график моего арксинуса. У меня теперь по горизонтали Y, по вертикали X. И мой арксинус живет вот здесь. Значит, я должен отразить всю эту картинку относительно прямой Y равняется X. Ну, то есть, попросту говоря, я должен нарисовать... Давайте я нарисую кривую, которая соответствует синусу. Она уже не будет графиком функции, но это просто какая-то кривая. Значит, вот так вот она нарисована. Значит, вот у нас наш красненький участок. Вот он. Вот это X равняется арксинус. Y. Так, только не так. Я не в ту сторону направил ось. Значит, наоборот, мне нужно, чтобы синус здесь вот так возрастал. Вот так ведет себя синус. Значит, арксинус и график вот такой. Наоборот, X равняется арксинус Y. Согласны? Значит, вот это, на самом деле, та же самая картинка, что и выше. Просто я ее нарисовал так, что у меня теперь ось Y горизонтальная, а ось X вертикальная. Ну, потому что так принято рисовать графики функции. Окей. Теперь давайте посмотрим на вот этот кусочек. Я вот тут должен нарисовать. Вот он. И теперь мне нужно придумать, как из вот этого, из вот этой вот функции сделать вот такую вот функцию. Ну, и я говорю следующее. Первое, что мне нужно с этой штукой сделать, это ее перевернуть. Значит, как-нибудь. Ну, например, я могу ее просто перевернуть вот так. То есть вместо вот этой функции рассмотреть минус ее. Получится какая-то вот такая функция. Не очень хорошо рисую. У меня синус не очень периодически получился. Ну, вот такая вот функция. Чем отличается вот эта вот зелененькая штука от вот этой вот малиновой? Учитывая периодичность синуса. Как одно отличается от другого? Ну, просто смещено на π. Да, просто нужно сдвинуть. Просто нужно вот эту вот картинку. Значит, эта картинка, это сейчас у меня. x равняется минус арксинус y. И теперь мне нужно ее поднять вверх. Давайте поймем, на сколько. Значит, мне нужно, например, чтобы вот эта точка перешла бы вот в эту точку. Значит, вот эта точка, это 0. Эта точка, это π. Правильно? Ну, значит, на π. Значит, нужно прибавить π. Таким образом, вот эта вот штука. Это x равняется π минус арксинус y. И это как раз обратная функция к вот этой вот штуке. Можно проверить, например, смотрите. Областью определения вот этой штуки является вот такой отрезочек. От π пополам до 3π пополам. И это означает, что областью значений обратной функции должна быть ровно тот же самый отрезочек. И вот он и есть. Вот этот вот отрезок от π пополам до 3π пополам. Это как раз область значений той функции, которая у нас в результате получилась. Извините, пожалуйста, а зачем мы все-таки переворачивали график? Ну, потому что вот этот график идет не в ту сторону. Вот этот график, вот этот вот кусочек, он возрастает, а тот график, который нам нужен, тот кусочек, он убывает. Потому что у вас вот на этом участке синус возрастал, а на этом участке синус, наоборот, убывает. Из-за того, что вот этот вот кусочек, он не получается из вот этого просто сдвигом, а он получается симметрией сдвигом. Мы здесь пользуемся тем, что синус симметричен, а пользуемся еще тем, что синус периодическая функция, а пользуемся еще тем, что синус π минус х равняется синус х. Помните, были такие формулы приведения? Вот мы этими формулами сейчас пользуемся. А можете еще раз подсказать, пожалуйста, чем нам конкретно помог прием того, что мы перевернули оси? Чем помог этот прием? Нет, ну просто я хотел нарисовать график функции. Я мог бы рисовать все на этой же самой картинке, просто говорить, что вот у меня теперь аргумент. Когда я думаю про обратную функцию, у меня аргумент меряется по у, по оси у, а значение меряется по оси х. Вот, просто нам пришлось бы мысленно каждый раз вот так вот голову поворачивать, и то же самое все было бы. Картинка, на самом деле, ровно такая же. Вот. Ну, в общем, вот это пример ситуации, когда нам нужно найти обратную функцию. В данном случае это можно сделать, благодаря тому, что мы уже определили, кто такой арксинус. Но в общем случае нет возможности определить обратную функцию, дать какой-то конкретный алгоритм, как находить обратную функцию. Это такая же задачка, как и задачка решения уравнения. Задачка решения уравнения решается не всегда. Например, там уравнения пятой степени, просто обычные алгебраические, не всегда решаются. Вот. Ну, давайте все-таки перейдем к производной. Значит, смотрите. Я хочу сейчас думать про функции снова не как про их графики, а как про такие преобразования прямой. Значит, вот у меня есть две координатные оси х и у. И вот у меня есть какая-нибудь точка х0, и я на нее, допустим, подействовал функцией f и получил точку f от х0. Значит, что такое обратная функция? Ну, это наоборот. Я взял вот эту точку и отобразил ее вот сюда, обернул стрелочку. Значит, давайте я как-нибудь буду обозначать. Ну, вот пусть у меня есть функция f, y равняется f от х. А обратная функция, давайте, я могу ее писать как f в минус первая, обычно обозначают так. Но давайте я для краткости ее буду просто обозначать через g. Значит, в обратную сторону действует функция g. Ну, давайте проверим, что понятно, как все работает. Чему равняется g от f от х0? Значит, вот я прошел сюда по f, получил f от х0, а теперь я применяю функцию g. Это означает, что я должен по той же самой стрелочке пройти назад. И, значит, я снова попал в х0. Ну, и так на самом деле будет верно для любой точки. Вот, теперь давайте вспомним про то, кто такая производная. Вот, допустим, производная функции f. Это кто такая? Значит, нам нужно взять точку x0, сдвинуться на x0 плюс дельта x и посмотреть, куда мы переходим под действием функции f, получить здесь какую-то точку f от x0 плюс дельта x. и посмотреть, насколько сильно длина вот этого отрезка изменилась по сравнению с длиной исходного отрезка. То есть, насколько сильно наше отображение сжимает или растягивает маленькие отрезочки. Ну, теперь вопрос. Допустим, что у меня отображение f сжимает отрезочки, скажем, в два раза. Вопрос. А что тогда делает обратное отображение? Ага, да, наоборот, растягивает. То есть, если бы у меня картинка была бы вот такая, то понятно, что если вот такой отрезочек сжался в два раза, то наоборот, вот этот отрезочек в обратную сторону растянулся в два раза. Ну, давайте теперь только поймем, чтобы написать формулу, нужно понять, в каких точках мы вычисляем производную. Давайте теперь посмотрим на все это с точки зрения функции g. Вот у меня снова есть две оси, x и y. И я теперь, допустим, начинаю с какой-то точки y0. Я предполагаю, что моя функция дифференцируема и обратима. У нее есть какой-то прообраз. Этот прообраз – это g от y0. Теперь я здесь должен сдвинуться. У меня здесь есть y0 плюс дельта y. И вот здесь вот у меня есть тоже какой-то прообраз. g от y0 плюс дельта y. Значит, смотрите, что я говорю. Я говорю, что производная g' в точке y0 – это есть что такое? Это есть примерно g от y0 плюс дельта y. Ну, давайте я даже так. Давайте я просто скажу, что вот у меня здесь был какой-нибудь отрезочек i, а здесь у меня есть отрезочек g от i. И g' от y0 – это примерно отношение g от i к i. А с другой стороны, можно это записать в таком. Ведь это единица разделить на отношение i к g от i. Только длину здесь нужно написать. Можно еще раз вопрос? Как связаны y0 и x0? Значит, ну вот на самом деле у нас будет, что y0 – это и есть f от x0. Но давайте про это даже пока особенно не думать. Ну, точнее, давайте посмотрим сейчас. Давайте смотреть сейчас вот только на эту картинку. Здесь у меня пока что никакого x0 вообще нет. У меня есть только y0. Есть y0 плюс дельта y. И есть их образы под действием отображения g обратно. Теперь вопрос. Вот кто такой вот эта вот штука? Длина отрезка i разделить на длину отрезка g от i. То есть длина вот этого отрезочка поделить на длину вот этого отрезочка. Это примерно кто такое? f от x делить на x. Да. Значит, я хочу сказать, что это примерно производная функция f в какой точке? y0. Вот сейчас. f не определено в y0. f – это штука, которая определено, которая из x делает y. А f от g от y0? Да, вот в этой точке. То есть мы рассматриваем отрезок, который начинается вот в этой точке. Вот он, этот отрезок. И смотрим на то, как изменилась его длина. То, как изменилась его длина, это примерно производная функция f, взятая вот в этой точке, то есть в точке g от y0. – Ну, это и есть, да. – Хорошо, давайте скажем, да, что y0, что g от y0 – это наш исходный x0. Ну, просто я хочу формулу, в которой было бы понятно. Вот у меня есть формула, в которой в левой части фигурирует y0, значит, и вправо должно фигурировать y0. Ну, это правда, что сейчас у нас так и будет, что у нас g от y0 – это x0, наоборот. Итак, давайте я… Вот теперь, после того, как вот эта вот формула с примерными равенствами выписана, давайте я сформулирую аккуратно утверждение. Пусть функция f обладает следующими свойствами. Значит, во-первых, пусть она дифференцируема в точке x0. Значит, я хочу, чтобы она была бы обратимой и непрерывной в некоторой окрестности x0. Тогда обратная функция f в минус первое от y дифференцируема в точке y0, равных f от x0. И ее производная в этой самой точке y0 равняется 1 разделить на производную самой функции f' в точке x0. Или как мне теперь выразить назад x0 через y0? Это же j от y0, да? Да. Значит, это f минус первой от y0. То есть вот такая вот формула справедливая. Как правило, она вот в таком вот виде применяется, потому что мы хотим, чтобы у нас в левой и правой части стояла какая-то одна переменная. Заметьте, значит, список требований здесь такой. Во-первых, понятно, что нужна обратимость, ну, по крайней мере, локально. По крайней мере, мы должны иметь возможность ограничить нашу функцию на какую-то окрестность точки x0, так, чтобы она там была бы обратима. Понятно, что мы хотим дифференцируемость в точке x0, потому что иначе вот эта штука вообще не определенная. И еще одно техническое, но важное условие, без него ничего не получается. Нам нужна непрерывность. Непрерывность, по крайней мере, опять же, в окрестности точки x0. Оно самой из дифференцируемости в самой точке x0 не следует. И дифференцируемость мы в окрестности не требуем, мы требуем дифференцируемость только в самой точке x0. Можно еще раз? Почему мы считаем, что f минус первая от y дифференцируема в y0? Это утверждение теоремы, мы сейчас это докажем. А можно вопрос? Да. Если у нас, допустим, функция непрерывна и обратима, то это значит, что она строго либо возрастает, либо убывает? Да, у нас была такая задачка, да. Это означает, что она либо строго возрастает, либо строго убывает. Совершенно верно. Да, значит, я забыл еще одно условие, естественно. Какое условие здесь забыл, чтобы все работало? Чего еще, естественно, потребовать? Без чего явно? А, ну дифференцируемое. Без нуля. Да. Что должно быть не равно нулю? f' от x0. f' от x0 не равняется нулю. Совершенно верно. Да, иначе просто вот эту формулу нельзя написать. Ну хорошо, давайте докажем. А, ну вот как раз и значит, что f' от x0, это и значит, что она либо строго возрастает, либо убывает. То есть, если функция обратима, то f' от x0, она, ну и непрерывно, не может быть равенную нулю. Может быть. Например, есть такая функция, называется x3. Она чудесным образом, она чудесным образом всюду обратима, но при этом неправда, что у нее всегда производная ненависть. Ок. Ну, производная неотрицательная. Да, но это другое условие. Так, сейчас, секунду, у меня отключилась трансляция. Так. Что-то происходит. Вы что-то видите? Потому что я ничего не вижу. Мы тоже ничего не видим. О, так. Нет, не заработало. Вот, теперь заработало. Так. Смотрите. Значит, вот пусть у меня есть точка y0. И здесь есть точка x0. И вот они связаны так, что одна переходит в другую под действием f, и, соответственно, в обратную сторону она переходит под действием g. Дальше я хочу написать производную для функции g, она gf-1. Значит, мне нужно для этого сделать такую вещь. Давайте здесь я напишу y0 плюс дельта y. И здесь у меня будет какая-то g от y0 плюс дельта y. Значит, давайте скажем так. Производная... Да, это же от y0 плюс. Почему там она? Ну, сейчас. Ну как, значит, вот стрелочками я соединяю аргумент функции f и ее значение. Соответственно, если вот это значение функции f, то ее аргумент – это в точности значение обратной функции вот в этой точке. Значит, у меня в одну сторону действует f, в обратную сторону действует g, оно же f-1. Значит, я просто здесь в формулировке написал f-1, чтобы было понятно сразу, что это обратная функция. А здесь я в доказательствах пишу g, потому что мне неохота каждый раз минус 1 писать сверху. Но g – это всегда у нас сейчас f-1. Обратная функция. Значит, g' в точке y0. И это по определению есть предел при дельте y, стремящемся к нулю. g от y0 плюс дельта y минус g от y0 разделить на дельту y. И давайте теперь сделаем такую штуку. Значит, давайте, во-первых, я просто запишу это в таком виде. Значит, я просто перевернул дробь. Почему я имею право это сделать? Почему у меня вот эта штука не обнуляется? При дельте y, не равных нулю. Ну, так оно же стремится, а не равно нулю. Да, но почему так не может оказаться, что значение вот этой g в точке y0 плюс дельта y такое же, как значение g в точке y0? Почему не может так? Ну, произволь не равна нулю. А мы сказали, что она обратима. Да, но на самом деле… Значит, она возрастает. Да, но на самом деле вот это вот уж точно не может быть, потому что если бы так оказалось, что функция g из двух разных точек две разные точки склеила, то это бы означало бы, что у функции f есть два разных значения в одной и той же точке. То есть вот такая вот картинка, она в принципе невозможна по определению функции g. Поэтому так написать можно. Теперь смотрите. Значит, я хочу сейчас ввести такие обозначения. Значит, мне нужны две функции. Одна функция называется дельта g. g, она от дельта y. И она есть g от y0 плюс дельта y минус g от y0. А другая функция называется дельта x. О, простите. А другая функция называется дельта f. Это функция от дельта x. И она есть f от x0 плюс дельта x минус f от x0. То есть вот эта функция, функция дельта g, она устроена так, что вот здесь у меня задан дельта y, и она этот дельта y превращает вот в такой. Значит, она просто показывает, как вот этот дельта y, как он переходит вот в этот отрезочек. Вот эта функция. И есть функция в обратную сторону. Значит, давайте я для нее тоже нарисую картинку. Тут будет просто немножко другие обозначения. Значит, здесь у меня x0, здесь у меня f от x0. здесь f от x0 плюс дельта x. Здесь x0 плюс дельта x. Значит, ой, нет, здесь будет не дельта g, а здесь будет дельта f. Вот. Значит, ввел такие две функции. Теперь смотрите, чего я хочу сказать. Ну, давайте я перепишу сейчас этот предел с помощью этих функций. Значит, что сейчас у меня написано в знаменателе? Дельта g от дельта y. Дельта g от дельта y, да. Отлично. А теперь смотрите, я хочу сказать вот что. Давайте возьмем дельту y, подействуем на нее дельтой g, а потом на то, что получилось, подействуем дельтой f. Что в результате получится? Дельта x. Сейчас, 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 смотрите. Значит, вот у меня была дельта y. Я на нее подействовал дельтой g. Получилось вот такое расстояние. После этого я взял вот на это расстояние, подействовал дельтой f, то есть посмотрел, куда переходит вот эта штука. А, подействуем f. Это дельтой y. То есть, на самом деле, дельтой f и дельтой g тоже взаимнообратные отображения. Можно еще раз, пожалуйста? Смотрите. Значит, что показывает функции дельтой g и дельтой f? Функция дельтой g показывает, куда переходит, значит, если я нарисовал здесь отрезочек длины дельты y, то в отрезок какой длины он переходит под действием отображения g. А дельта f наоборот. Она берет отрезок вот здесь, на оси x, и показывает, куда он переходит под действием отображения f. Теперь, если я взял отрезок вот здесь, на оси y, дельты y, подействовал на него отображением дельта g, попал вот в этот отрезок. После этого на этот отрезок подействовал отображением дельта f и попал в тот отрезок, с которого начинал. Я просто хожу и туда, и обратно, поднимать тем же стрелочкам. Согласны? Ну да, а дальше? Ну все, вот утверждение такое, что если я на дельту Y подействовал сначала дельта G, а потом дельта F, то я получил то же самое дельта Y, с которой стартовал. Вот это вот утверждение. Я сейчас буду его использовать. Понятно. Давайте мы его используем. И запишем дельту Y в таком виде. Единица разделить на дельта F от дельта G от дельта Y и разделить на дельту G от дельты Y. И давай теперь посмотрим вот на эту штуку. На что она похожа? Ну, производная это, X, а? Ну, F от X. Да, вот смотрите. Вот если бы у нас здесь вместо дельта G от дельты Y был бы дельта X, то это была бы просто производная, то это было бы ровно вот тот самый, тот самый штук, который стоит под пределом в определении производной для функции F. Но у нас здесь другая штука. Здесь не сам дельта X, а какая-то функция стоит. Значит, что мы хотим с этой функцией сделать? Что мы хотим сделать с этим пределом? Чтобы он к нулю стремился. Ну, мы хотим, ну, то есть, как бы, смотрите, мы хотим, чтобы вот эта вот штука стремилась, значит, мы хотим, чтобы вот эта вот штука стремилась к нулю. Это правда. А что это нам позволит сделать? Ну, приравнять ее производной F. Ну, сказать, что это предел, если это будешь стремиться к нулю. Ну, да, ну, смотрите, на самом деле сейчас используем теорему предельно сложной функции. Да, давайте рассмотрим функцию, например, вот такую, F большое от дельта X, которая есть дельта F от дельта X разделить на дельту X. Но если функция непрерывная и обратимая, то по факту при стремлении Y к нулю, то X тоже должен стремиться к нулю, нет? Это правда. Да. Значит, давайте помним, чего я сейчас хочу сказать. Я хочу сказать, что вот этот вот предел, который здесь написан, это вот такой предел. Предел при дельте Y, стремящемся к нулю, единица разделить на F, от дельта G от дельта Y. Можно еще раз вопрос? Просто F от дельта X, F большое, это мы просто предположили, что есть такая функция. Я просто ее определил таким образом. Вот F большое от дельта X я определил вот таким образом. Да, поняла. Спасибо. Не более, чем просто введение обозначения. Смотрите, то есть у меня здесь вот теперь получается, что вот в этой вот штуке у меня есть такая сложная функция. У меня внешняя функция, это F большое, а внутренняя функция, это дельта G от дельты Y. Дальше я хочу применить теорему определения сложной функции. Что мне нужно, чтобы ее применить? Первое. Мне нужно, чтобы у меня сейчас дельта G от дельты Y сам по себе стремился к нулю при дельте Y стремящемся к нулю. Почему это так? Давайте посмотрим, кто такой дельта G от дельты Y. Это G от Y0 плюс дельта Y минус G от Y0. Сказать, что... Это же дельта X. Дельта X это. Непонятно, кто такой дельта X. Вот в этой формуле никого дельта X не существует. Нет, ну, G... Ну, дельта G от дельта Y. Вот у меня есть дельта G от дельты Y, да. И вопрос. Правда ли, что он стремится к нулю при дельте Y стремящемся к нулю? Если да, то почему? Ну, я вас попросил. Вы ответили, что функция непрерывная, значит, и при стремлении Y к нулю, X тоже стремится к нулю, а и раз это дельта G от дельты Y, это дельта X, то и дельта X стремится к нулю. Да, на самом деле мы используем следующий факт, что раз F была непрерывная, то и обратная к ней тоже непрерывная. У нас была такая задача в семинаре. Значит, G непрерывна, так как она обратная к непрерывной. Вот. Отлично. Дальше. Нам нужно еще одно условие проверить, чтобы применить теорему о пределе сложной функции. Какое условие? Ну, то, что непрерывное все. Кто непрерывное? Ну, то, что получается дельта Y. Нет. Ну, Y непрерывно должно быть. Сейчас. Здесь нет никакого Y. Здесь есть просто дельта Y. И здесь есть две функции. А для чего мы вообще функцию большую, я рассматриваю? Это типа производная. Ну, потому что я хочу написать теорему о пределе сложной функции. И мне нужно выделить как-то внешнюю функцию и выделить внутреннюю функцию. Вот. А F – это внешняя функция. Дельта G – это внутренняя функция. Может быть, нам надо дифференцируемость учесть? Дифференцируемость мы учтем, когда перейдем к пределу. Вот. Ну, смотрите. Ну, вообще, вот как формулировалась теорема определенной сложной функции, которую мы обсуждали? Которую мы доказывали? Какое там было условие? Ну, там, если в данной точке функция непрерывна, то там композиция… Ну, можно ее… Мы про производную говорим? Ну, мы сейчас говорим про теорему о пределе сложной функции. Помните такую теорему? Ну, то ее предел равен композиции пределов. Вроде как-то так. Да. Но хорошо бы это в конечном итоге выучить. Вам на колоколе все это нужно будет знать на зубок. По крайней мере, формулировки нужно уметь рассказывать совсем без подготовки. Действительно. Смотрите. Значит, кто такая теорема о пределе сложной функции? В той формулировке, в которой мы ее доказывали, нам нужна была непрерывность внешней функции. Но вот на самом деле у нас сейчас никто непрерывность внешней функции нам не обещал, просто потому что внешняя функция, как мы ее определили, она вообще не определена в нуле. Здесь есть два способа. Либо ее можно доопределить в нуле, либо можно заметить следующий факт, что у нас вот это вот дельта J от дельты Y никогда не обнуляется. По крайней мере, в окрестности. Он вообще никогда не обнуляется, на самом деле, потому что это обратная функция, она не может склеивать точки. Не равняется нулю при дельте Y, не равном нулю. Вот. Вот этих вот двух условий уже достаточно. Тут уже нам даже не нужна никакая непрерывность внешней функции. Нам достаточно того, что внутренняя функция никогда не принимает то значение, к которому она стремится. Вот. Поэтому можно дальше применить теорему определенно сложной функции и сказать, что вот эта штука равняется пределу. Как бы теперь я могу заменить вот эту дельту J. Я могу ее заменить как раз на какую-то дельту X. Это какая-то новая переменная. И это есть вот такая штука. А чему равна вот эта вещь? Значит, если F от дельта X – это вот такая штука, то чему равняется предел вот такой штуки? Можно вопрос, почему мы можем так заменить? Ну, равна по теореме о пределе сложной функции. Смотрите, вот как формулируется теорема о пределе сложной функции? Ну, вот в той формулировке, в которой я сейчас ее использую, она формулируется так, что вот у нас было две функции. Давайте я какими-нибудь другими буквами буду обозначать, чтобы не путаться. Пусть A и B. Значит, вот у меня была функция A. В нее внутри функция B от какого-то X. И мы рассматривали там предел при X, стремящемся к какому-нибудь X0. И утверждение было такое, что если B от X, что если вот такой предел равняется какому-нибудь числу, допустим, Y0, а предел при Y, стремящемся к Y0, A от Y равняется какому-то числу D, то тогда, ну, вот смотрите, что мы говорим про вот этот вот предел? Ну, мы говорим так. Ну, и давайте я дополнительно еще потребую, чтобы B от X не равнялась Y0 при X. А разве там не надо, чтобы AY было непрерывно? Вот смотрите, значит, там можно сделать две версии этой теоремы. Доказывали мы ту версию, в которой внешние функции должны быть непрерывными. Но на самом деле, если вы внимательно проследите за доказательством, то вы увидите, что вот этого условия тоже достаточно. Потому что проблемы, которые здесь возникают, они могут возникнуть только в том случае, если внутренняя функция принимает значение своего предела. Именно для этого нам нужна была непрерывность. Это даже в неком смысле более простая история. Вот. Значит, вот если эти два условия выполняются, то мы говорим следующее. Мы говорим, что B от X становится близко к Y0 и при этом не равно Y0. Но в соответствии с вот этим вот пределом, если аргумент функции A становится близок к Y0, то значение функции A становится близко к D. Поэтому этот предел равняется пределу при Y, стремящемся к Y0 от Y. Вот. Вот была вот такая теорема. И я сейчас ее сюда вот и применяю. Значит, кто есть кто. Вот этот вот дельта G, это моя внутренняя функция, функция B. Я знаю, что она стремится к нулю, при дельте Y, стремящемся к нулю. И она не равна нулю. Это означает, что, ну вот в соответствии с вот этим равенством, я могу, вместо того, чтобы рассматривать предел при дельте Y, стремящемся к нулю, я могу рассмотреть предел, когда вот эту вот штуку обозначить за новую переменную. Я в данном случае обозначаю вот эту вот штуку, дельта G от дельты Y, я обозначаю ее за новую переменную дельта X. И сказать, что теперь вот эта новая переменная у меня стремится туда, куда стремилась дельта G, то есть тоже к нулю. И дальше я вместо этого дельта G поставил сюда дельта X. Все ровно то же самое, что вот здесь происходит. Почему мы утверждаем, что вот этот дельта X, который мы ввели, это та же самая дельта X, которую мы изначально рассматривали? А неважно, что значит та же самая. Получился вот такой предел. У нас вот нет, во всем вот этом формальном рассуждении, которое началось вот здесь, у нас не было никакого дельта X вообще. Дельта X у нас реально появился, ну хорошо, у нас здесь был в качестве обозначения, мы определяли таким образом функцию дельта F. Но здесь это было тоже какое-то призвольное число. Это просто способ определить эту функцию, я мог бы какую-нибудь другую букву написать. Но реально у нас не было никакого дельта X, который был бы хоть как-то определенный, хоть как-то связан с другими частями нашей картины. он у нас реально появился вот ровно вот здесь. Здесь он появился так. Мы просто сказали, что мы просто введем эту новую переменную. Просто вот точно так же, как вот здесь. Смотрите, когда я здесь делаю вот такой вот переход, значит, вот у меня здесь появляется вот такой вот предел при Y, стремящемся к Y к 0. И вот это то же самое, что здесь. Значит, вот этот вот предел при дельте X, стремящемся к 0, он, значит, возникает вот в результате вот такого вот перехода. Вот, ну, а эта штука уже к чему стремится? Значит, когда мы знаем, после того, как мы выяснили, что, когда мы сказали, что F определено вот так, да, к чему она стремится при дельте X, стремящемся к 0? 1 делить на F' от X0? Да, это есть 1 делить на F' от X0. Значит, здесь мы заодно применили теорему о пределе частного. Опять же, мы можем это сделать, потому что мы предположили, что предел знаменательства существует и не равен 0. И все, теорема доказана. Вот, простите, задержал вас. Вот, но если есть какие-то вопросы, я готов на них еще ответить. До свидания. Вопросов нет, спасибо. До свидания. Извините, а можно вопрос? Давайте. Вот у меня вопрос, вот мы разобрали, да, про сложную функцию через A и B, да? А можете еще раз, пожалуйста, как бы показать, что в нашем конкретном случае? Да, смотрите. Да, смотрите. Значит, во-первых, вместо вот этого X'а у нас вот это дельта Y. Давайте я просто буду рисовать какие-нибудь стрелочки. Значит, вот этот вот X – это наш дельта Y. Вот эта функция B – это вот это дельта G. Вот эта функция A – это вот этот F. Да, теперь смотрите, значит, кто такой вот этот Y0, например? Значит, Y0 – это то, куда стремится B. Это 0? Это 0. Это вот этот 0. Значит, X0 у нас тоже 0. X0, значит, вот этот X0 – это вот этот 0. Дальше. Значит, что нам еще нужно? Кто такой, давайте посмотрим, кто такой вот этот Y, например? Вот, смотрите, у нас здесь был B от X, да, а мы вместо этого B от X. То есть B от X, он принимает значения какие-то. Они здесь, эти значения здесь обозначаются вот этими Y. То есть он как бы принимает значения на оси Y. В нашем случае у нас B от X – это штука, которая нам из дельты Y делает дельты X. Поэтому вот этот Y – это в нашем случае это вот этот дельты X. Может, на еще раз вот этот шаг? Ну, смотрите, значит, давайте просто посмотрим на вот это равенство, которое мы сейчас используем. В этом равенстве сказано, что вот этот предел равен вот такому пределу. То есть мы вместо того, чтобы… Вот здесь вот у нас была сложная функция. У нас была функция A от B от X. И здесь мы, вот в этом пределе, мы заменили эту B от X на какую-то новую переменную. Обозначили эту новую переменную Y. Здесь происходит то же самое. У нас была вот эта штука дельта G от дельты Y, и мы ее заменили на новую переменную, которую мы назвали дельты X. А вот уже задавали вопрос, почему именно на дельта X заменяем? Почему так можно сделать? Ну, неважно, как ее назвать. Я мог бы здесь ее назвать, я не знаю, какой-нибудь другой буквой. Я мог бы сказать, что это буква Z. Но неважно же, как ее называть. Я мог бы сказать, что вот эта вся штука на самом деле равняется пределу при Z, стремящемся к нулю, 1 разделить на F от Z. Это вообще бы ничего не поменял. Это равняется пределу при Z, стремящемся к нулю, 1 разделить на... Что у нас там? Z это есть... 1 разделить на дельту F от Z разделить на Z. Или это есть предел при Z, стремящемся к нулю, 1 разделить на F, там, X0 плюс Z минус F от Z разделить на Z. Ну, понятно, что вот такая штука – это то же самое, что определение производной. Что неважно, какую букву обозначать приращение аргумента в определение производной. Я захотел обозначить дельта X для того, чтобы мои обозначения были бы согласованными с тем, какие я обозначения использовал раньше. Но это не более чем обозначение. У нас нет никакого нашего дельта X, которому этот дельта X должен был бы равняться. А можете, пожалуйста, чуть выше промотать, откуда мы получили вот эту функцию с F большим? Нет, то, что ниже, то, что ниже синенькое. Вот это основное. Вот это? Которое мы уже считаем по пределу сложной функции. Да, это... Сейчас, но это вот я записал, вот то, что вот у меня было здесь. Это у меня изначально... Изначально я записал определение производной G. Вот оно. Значит, оно записывается так. Это типа... Ну, понятно, да. Дельта G от дельты Y разделить на дельту Y. Я его перевернул. Получилась вот такая штука. Так, так. А можно вот этот переход еще раз? Как у нас F появилось, дельта F появилась в этой функции? Вот у нас было до этого дельта... А, вот это вот что? Дельта... Да. Вот это. Смотрите, тут я просто сказал следующее. Нет, эту, кстати, штуку я даже очень уже написал. Да, в это я тоже верю. Вот. Хорошо. А, все, я понял. Я понял. Я просто сделал трождественное пропозирование. Изменил дельту Y на вот такое ее представление. Получилась вот такая штука. А это уже... Да, все, понял. Ну, выглядит немножко магически. На самом деле, это просто правильная... Ну, как бы вот... На самом деле, ключевая идея – это вот эта вот история с отрезочками. Если вы понимаете, что если отображение в одну сторону сжимают в два раза, то отображение в другую сторону должно растягивать в два раза, то вы считаете уже на 80% это теорема понимаете. Остальное – это некая техническая работа, которую, ну, вот, да, чтобы все сделать аккуратно, ее нужно сделать. Можно попросить еще раз по шагам пройтись, или уже нет времени на это? Да, у меня сколько угодно времени. Ну, Таня, вот так, по логике. Так, смотрите. Давайте я скажу еще два слова про идею, а потом еще раз вернусь к доказательству. Смотрите, вот на самом деле, что нам нужно? Нам, вот, с одной стороны, идея о том, что поделить вот этот отрезок на вот этот отрезок – это все равно, что единица разделить на отношение вот этого отрезка к вот этому отрезку – это, как бы, идея понятная. Это просто утверждение, что, ну, вот это вот преобразование дробей. А делить на b равняется единице разделенной на b деленной на а. Вот. И то, что если вот этот отрезок в два раза меньше, чем вот этот, то наоборот, вот этот отрезок в два раза больше, чем вот это. Вот. Что важно? Важно вот что. Что когда мы… важно то, что все террористы превращаются в точные, когда мы переходим к пределу. И здесь важно, что вот этот отрезочек стремится к нулю тогда же, когда вот этот отрезочек стремится к нулю, и наоборот. То есть, что если вот этот отрезочек маленький, то вот этот отрезочек маленький. Но нам сейчас важнее наоборот, что если вот этот отрезок маленький, то тогда вот этот отрезок маленький. В этом случае все работает. И как раз это второе утверждение о том, что если вот этот отрезок маленький, то вот этот тоже маленький. Это как раз непрерывность обратной функции, которую мы там использовали отдельно. И давайте еще раз посмотрим на доказательства. С чего все началось? Началось все с того, что я просто с квалилистским наскоком решил написать определение производной G. Вот оно написано. Изначально мы хотим выразить производную G от Y через производную F от X. Да, совершенно верно. Значит, вот я записываю производную по определению G от Y. Давайте. Дальше я ее просто переписываю вот так. Это просто алгебрическое преобразование. Тут ничего страшного нет. Теперь я ввожу вот эти две функции. Функцию дельта G и функцию дельта F. Они, на самом деле, уже знакомы. Они просто показывают, как меняются длины отрезочков. Функция дельта G показывает, как меняется длина отрезочка, начинающегося в точке Y0. А функция дельта F показывает, как изменяется длина, наоборот, отрезочка, начинающегося в X0. Ну, соответственно, дельта G, она соответствует действию функции G, а дельта F, она соответствует действию функции F. Вот. Это просто такие вот обозначения. Ничего здесь страшного тоже нет. Следующее замечание вот такое. Как? Согласны с этим замечанием? Понятно. Это понятно, да. Вот. Теперь мы нашу производную записываем в таком виде. Значит, вот у меня определение G, и вот я просто заменяю вот эту вот штуку на эту самую дельту G. Теперь я делаю, вот теперь я применяю как раз вот это равенство, и здесь вместо дельты Y пишу вот эту самую штуку. Дельта F от дельта G от дельты Y. Пока что ничего вообще страшного не произошло. Пока что я, в общем-то, не сделал ничего, кроме каких-то переобозначений. Вот, да, а дальше? Вот с заменой дальше что-то сложно. Да, а вот дальше возникает, и дальше нужно аккуратно посмотреть, что происходит. Вот смотрите. Значит, чего я говорю? Я говорю, что у меня вот в этом вот пределе происходит следующее. Дельта Y стремится к нулю. При этом, когда дельта Y стремится к нулю, у меня дельта G от дельты Y тоже стремится к нулю. И это как раз важная вещь. Это как раз утверждение, что если у меня вот здесь отрезок маленький, то и вот здесь отрезок будет маленький. Мне вот это непонятно. Это теорема, ну, то есть это, на самом деле, факт, который я сейчас не доказывал. Это факт о том, что, значит, это утверждение, что если функция G, давайте, если функция F непрерывна, непрерывна и обратима, то F в минус первой тоже непрерывна. Ну, давайте я картинку нарисую. Значит, вот у нас есть какая-то непрерывная обратимая функция. Значит, если она непрерывная и обратимая, то она обязана быть монотонной. Это тоже некоторый факт, который надо бы доказать. Ну, была такая задачка в семинаре. Значит, вот давайте возьмем какую-нибудь точку X0. Значит, вот у меня здесь есть X. Тут есть Y равняется F от X. Значит, что я говорю? Я говорю, что если у меня F непрерывная, то и обратная функция тоже будет непрерывной. То есть, если я теперь смотрю наоборот, вот здесь взял точку Y0 и смотрю, куда переходят близкие точки, то они тоже обязаны переходить куда-то близко к X0. Не может такого быть, что вот здесь близкая точка уйдет куда-то совсем далеко. Ну, давайте я сейчас попробую это доказать. Смотрите. Вот из-за того, что у меня... Давайте пока поверим в то, что если F обратима, то она монотонна. Верите? Если непрерывная функция обратима, то она монотонна. Если бы она не была бы монотонной, то она где-то возрастала бы, где-то убывала бы. У меня какой-то вот такой вот график. Но тогда она не была бы обратимой. Раз она монотонна, давайте сделаем вот что. Давайте запишем определение непрерывности для обратной функции. Что такое непрерывность обратной функции? Это означает, что у нас для всякого ε больше нуля. Должна существовать такая дельта больше нуля. Что что? Значит, я хочу записать непрерывность F-1 в точке у0. Значит, что для всякого у, такого, что у минус у0 меньше ε, f-1 от y-f-1 от y0 меньше дельта. Значит, вот определение непрерывности. Согласны? Не забыл ли я здесь написать меньше нуля? Ну, на самом деле, можно написать, но от этого ни жарко, ни холодно. Потому что, если так оказалось, что y равняется y к 0, то что можно сказать про вот это вот неравенство? Что оно точно верно, потому что левая часть равна нулю. Поэтому дополнительное условие, что y не равен y к 0, в случае непрерывности, в случае, если мы говорим, что отображение непрерывно, функция непрерывно, оно не требуется. Вот. Теперь давайте посмотрим, как бы нам это сделать. Смотрите, значит, я хочу чего? У меня ε. Значит, вот где мне сейчас нужно нарисовать на этой картинке? А ε на окрестность? На какой оси? На оси y. На оси y, да. То есть я говорю следующее, что для всякого… Сейчас. Стоп. Я неправильно написал определение. Вот здесь должна быть δ, а вот здесь должен быть ε. На какой оси теперь мне нужно нарисовать? ε на окрестность. Теперь на x. На x, да. Значит, вот здесь вот я хочу добиться того, чтобы у меня обратная функция попала бы в какую-то ε на окрестность точки x0. А подобрать мне нужно дельта-окрестность вот здесь. И подбирается она так. Смотрите, давайте мы просто найдем значение функции f вот в этих вот точках и посмотрим, куда они здесь переходят. Смотрите, поскольку функция монотонна, она весь вот этот отрезок переводит вот в этот отрезок. Это как раз свойство монотонных непрерывных функций такое. Согласны? Да. Причем как бы взаимно однозначно переводит. То есть каждая точка отсюда отображается под действием обратного отображения в точку отсюда. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, а теперь все-таки какую бы нам дельту взять? Значит, вот мы получили, на самом деле, уже получили окрестность вот такую вот. Значит, вот эта вот точка называется f от x0 плюс ε, а вот эта точка называется f от x0 минус ε. Значит, мы получили окрестность вот эту красненькую, которая переходит целиком внутрь вот этой ε-окрестности. То есть туда, куда мы хотели. Остается подобрать дельту. Как выбрать дельту? Мы берем максимум по модулю из разности y0 и f. Да, только не максимум, а минимум. Потому что мы хотим, вот у нас есть, вот у нас здесь есть точка y0. Да, минимум. Да, вот здесь у нас, например, есть f от x0 минус ε, тут есть f от x0 плюс ε. Вот, значит, нужно взять вот такую вот штуку. И это наша дельта-окрестность. Вот. Вот мы доказали, что обратное к непрерывной тоже непрерывной. Согласны? Да. Вот, теперь возвращаемся сюда. Значит, смотрим еще раз вот на этот предел. Говорим следующее. Что вот у нас здесь дельта y стремится к нулю. Но мы сейчас выяснили, что функция g является непрерывной. Это означает, что g от y0 плюс дельта y стремится к g от y0. Когда дельта y стремится к нулю. Когда вот эта штука стремится к y0, g от нее стремится к g от y0. Ну, то есть, иными словами, дельта g от дельты y стремится к нулю. Согласны? Да, теперь стало понятно. Вот. Поэтому, дальше что мы говорим? Мы говорим, что когда дельта y становится маленьким, дельта g становится маленьким. Дельта g вот здесь и вот здесь вот одинаково. И еще одно важное условие, что он самому нулю никогда не равен. Ну, иначе бы вот эта вот штука вообще было бы непонятно, как определять. То, что дельта g сам по себе не равен нулю, это просто следует из того, что дельта g… Ну, кто такая дельта g? Дельта g – это разность значения g в двух разных точках. Если бы так оказалось, что эта разность равна нулю, то есть, если бы так оказалось, что две эти точки перешли в одну и ту же, то если посмотреть на эту картинку с точки зрения, наоборот, функции f, то получилось бы, что у функции f должно было быть два образа. Такого не может быть. Поэтому дельта g никогда не обнуляется. А раз так, то эту самую дельта g можно как бы заменить на новую переменную. Формально это называется применение теоремы о производной… Теоремы о пределе сложной функции. Значит, мы говорим следующее, что у нас есть внешняя функция f, и у нас есть внутренняя функция дельта g. И вот она, эта теорема о производной сложной функции. Она говорит вот что, что если x куда-то стремится, b при этом стремится к какому-то y0, а а при y, стремящемся к y0, стремится к какому-то числу d, и нам известно еще, что b не просто стремится к y0, а b никогда не равняется y0. Тогда выполняется вот такое равенство. То есть как раз это и означает, вот это равенство как раз и означает, что мы в этом случае можем вот в этом вот пределе заменить b от x на некоторую новую переменную, обозвать ее y, или как угодно еще. Значит, теперь у нас y стремится туда, куда стремилась раньше b. И вот такой вот предел оказывается равен нашему исходному пределу. И это обосновывает нам вот этот переход. Значит, у нас здесь было… А вот у нас же дельта g стремится к нулю, мы это выяснили, да? Да. То есть это получается предел 1 делить на f от нуля. Ну, не от нуля, а от какой-то шты, которая стремится к нулю. От нуля в нуле это f больше вообще не определено, потому что здесь деление на 0. Нет, честно, у нас дельта g стремится к нулю. Значит, что вся вот эта штука стремится на f, когда… Сейчас. Ну, смотрите, вы не можете, вот поскольку f не обязательно непрерывно, вы не можете запихнуть предел под… Вы не можете как бы их поменять местами с пределом. Вот это не та версия теоремы определения сложной функции, которая позволит просто переставить функцию, внешнюю функцию предел. Вы, видимо, это хотите сделать. Здесь это сделать нельзя, но здесь немножко как бы другая штука. Про вот эту теорему можно думать как про такую теорему замене перемен. Значит, что у нас здесь была переменная дельта y, а мы вместо этого переобозначаем вот эту вот штуку как некоторую новую переменную дельта x и говорим, что… Значит, мы знаем, что дельта g стремилась к нулю, и мы знаем, что эта дельта g не равнялась нулю. Ну, значит, вот эта вот штука на самом деле, она равняется вот такой штуке. Мы как бы заменили вот эту вот вещь на дельту x, но при этом предел, где был, там и остался. Он как был вне функции f, так и остался вне функции. Потому что у нас дельта x – это дельта g от дельта y, которая стремилась к нулю. Да, и теперь мы просто забыли про то, что она равнялась к какому-то там дельта g от дельта y, и просто говорим, что она сама собой стремится к нулю. Все, я поняла. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Так, еще вопросы? Спасибо, до свидания. До свидания. Я вот еще хотела спросить, можно ли… Вот вы говорили то, что мы в этой теореме про предел сложной функции. Мы там требовали непрерывность внешней функции, а здесь мы потребовали то, чтобы внутренняя никогда не была равна… Да. Вот. Я могу рассказать, как эта штука доказывается. Ну, на самом деле, если вы откроете теорему, если вы откроете доказательство той теоремы, которая у нас была, то вы увидите, что она мгновенно адаптируется под этот случай. Смотрите, значит, у нас доказательство было устроено так. Ну, давайте я в тех же терминах, что я здесь буду писать, пусть у меня будет a и b. То есть, как она у нас доказывалась? Еще раз, мы что сейчас доказываем? Значит, мы доказываем теорему о пределе сложной функции в той версии, которая нам нужна сейчас, которая раньше была сформулирована в качестве упражнения. Значит, теорема такая, что если у меня есть функция а от у, и есть функция b от x, и есть функция, соответственно, a от b от x, про них верно следующее, что если предел при x, стремящемся к x0, b от x равняется y0, и для всех x-ов b от x не равняется y0, то предел при x, стремящемся к x0, а от b от x равняется предел при y, стремящемся к y0, а от y. Ну, понятно, если он существует. Вот такая теорема. Доказательства. Давайте возьмем и запишем определение тех фактов, которые у нас есть. Значит, во-первых, нам известно... Давайте вот этот вот предел как-нибудь тоже обозначим, пусть он называется, допустим, а ноликовая. Значит, нам известно два предела. Значит, для первого предела мы знаем вот такую штуку. Дальше второй предел у нас вот этот. значит, мы предполагаем, что он существует и что он равен какому-то числу а0. И получается вот такая штука. значит, это то, что нам дано. Теперь, чего мы хотим. Значит, хотим вот такое утверждение, что вот эта вот штука, она равняется такому же а0. Ну, давайте посмотрим. Правда, равняется. Значит, для всякого ипсилона больше нуля, хотим построить такую дельту больше нуля, что для всех иксов. если вот эта штука выполняется, тогда выполняется. А где вы тут учитываете условия, о котором раньше говорили, то, что b от x не должно быть равно y0? Пока я ничего не учитываю. Пока я просто пишу, что мы хотим доказать. Сейчас вот когда... Пока что доказательство еще, можно сказать, не началось. Я просто переписал условия. Доказательство начинается в тот момент, когда мы придумываем вот эту дельту. Давайте придумывать эту дельту. Значит, как мы ее придумываем? Вспоминайте, как мы это делали, когда доказывали теорему определения сложной функции в нашей версии. Ну, как бы вот из того, что у нас дано, это значит, что есть какая-то функция дельта 1 от ε1. И есть какая-то функция дельта 2 от ε2. И мы можем в дельта 2 вместо ε2 поставить дельта 1 от ε1. Так, в дельту 2. Сейчас давайте только посмотрим, кого куда нужно подставить. У нас а, это внешняя же функция? Да, у нас сейчас а, это внешняя функция. Давайте смотреть. Значит, мы в конечном итоге хотим получить какое-то условие. Мы хотим получить какое-то условие на x. Да? Давайте посмотрим, какая из дельт работает с x. Сейчас, значит, как вы сказали, кого куда подставить. Значит, давайте так. Вот у нас есть два ε1. ε1 и ε2. А еще, ну, как бы те ε, которые мы можем сами выбирать. Давайте поймем. Вот наш ε, который нам нужно получить, вот этот вот ε. Он кто? Это второй ε. Это ε2. Да, он ε2, потому что у нас вот такое неравенство мы хотим получить, а оно как бы соответствует вот этому неравенству. Значит, ε2 у нас будет, это наш ε. Дальше. ε2 нам задает дельту 2. Дельта 2 от ε2. Значит, что мы теперь делаем с этой самой дельты 2. Значит, чтобы чтобы реализовалась вот эта дельта 2, нам нужно, чтобы расстояние между... Сейчас. Значит, чтобы реализовалась вот эта ε2, нам нужно, чтобы расстояние между у и у0 было бы меньше, чем дельта 2. а у в нашем сюжете... О, здесь только не от у. Здесь должно быть... Сейчас. Нет, все правильно. Здесь от у. Нет, все правильно вроде бы. Значит, чего мы хотим? Короче, куда поставить дельта 2 от ε2? Мы ее хотим поставить вместо ε2. Вместо ε1. Вместо ε1, да. И поставить мы хотим вот в эту дельту 1. А, да. Получается, что мы хотим дельта 1... Получается, что мы хотим сказать вот, что дельта – это есть дельта 1 от дельта 2 от ε2. Теперь смотрите, значит, почему у нас что-то может сломаться. Давайте проследим за этим выбором дельты. Значит, теперь, если у нас так оказалось, что х принадлежит вот так выбранной дельтой окрестности, то есть у нас вот это неравенство выполняется. Это означает, что выполняется вот это неравенство для так выбранной дельтой окрестности. Это означает, что выполняется вот это неравенство, где в качестве ε1 у нас взят аргумент соответствующей дельты. Вместо вот этой штуки лежит дельта 2 от ε2, правильно? Теперь мы знаем, что если у такой, что расстояние от у до у0 меньше, чем дельта 2, то тогда должна выполняться вот эта неравенство. Значит, если мы сюда вместо вот этого у поставим вот этот b от x, то вроде все должно сработать. Что может не сработать? Что может пойти не так? Ну, если равно 0, то получается разность y и y0. Да, вот в этом вот неравенстве есть требование, чтобы y минус y0 были бы различными числами. Мы пытаемся обеспечить выполнение вот этого условия, мы его пытаемся обеспечить выполнением вот этой штуки. То есть мы говорим, что мы вот здесь вместо y будем поставлять b от x, и мы знаем, что x подобран так, чтобы b от x минус y0 был бы меньше, чем наша дельта 2. Потому что у нас ε1, это дельта 2. Но проблема в том, что вот эта вот штука, она нам обеспечивает выполнение только вот этой части неравенства. И это то место, где наивное рассуждение ломается. В том доказательстве, которое мы обсуждали на той лекции, которая была посвящена этой теме, у нас... Мы говорили вот что. Мы говорили, что если внешняя функция непрерывна, вот эта функция непрерывна, то здесь можно просто вот это условие выкинуть. И это правда. Ну хорошо, а если внешняя функция не является непрерывной, тогда означает, что вот это условие выкинуть нельзя. Но можно обеспечить, чтобы оно выполнялось другим способом. А именно, каким? Можно я глупый вопрос задам? Почему если функция непрерывна, то можно убрать это условие? Но смотрите, если функция непрерывна, то тогда вместо вот этого a0 что нужно написать? a от y к 0. a от y к 0, да. Теперь смотрите, если так оказалось, что вот это условие нарушается, это означает, что y равняется y к 0. А, ну да-да-да, мы буквально 5 минут назад. Да, тогда здесь получается просто 0. Поэтому для непрерывных функций вот этого условия не нужно, для разрывных нужно. Вопрос, как мы можем, не убирая вот это условие, все равно обеспечить, чтобы весь наш переход сработал. Ну вот то, что мы делали в самом начале b от x не равно y к 0. Да, просто нужно принудительно потребовать, чтобы вот это условие не нарушалось, чтобы вот это вот b от x не нарушало бы нам это условие. То есть ровно вот это условие, оно нам обеспечивает. Вот если я добавлю вот к этому условию, добавлю вот это условие, то получится в точности вот это условие. И тогда все сработает. Спасибо. Вот. Так, ну что, еще вопросы?